Замечательно! Снова привет! В этом видео я покажу способ расстановки мониторов на слух. Прежде чем мы начнем, хочу сказать, что расстановка мониторов на слух это дополнение к акустическим замерам и к акустической одемке комнаты. Если мы будем ориентироваться только на слух или только на замеры, то навряд ли получим удовлетворительный результат. Давайте попробуем улучшить звук в комнате с помощью небольшого теста. То, что я вам покажу, применяется во время расстановки мониторов в самом начале процесса. Также применяется в средине процесса. Это когда у нас сделаны определенные замеры и мы начали акустическую отделку комнаты. И также мы это используем после акустической отделки. Если вы не смотрели видео под названием «Симуляция контрольной комнаты», в котором я говорил о фантомном центре, то, пожалуйста, сначала посмотрите его. То, что я буду показывать в этом видео тесно связано с фантомным центром. Для начала нам надо сесть посредине перед мониторами, в том месте, где вы обычно сидите. Это место часто называют sweet spot или оптимальная точка для прослушивания музыки. Если вы сейчас слушаете в наушниках, то эксперимент не получится. Вам нужно сидеть именно посредине перед мониторами. Далее нам понадобится REW для того, чтобы сгенерировать несколько тестовых тонов. Нам также понадобится SPL-метр для того, чтобы отстроить громкость, на которой мы будем проигрывать тестовые тона. Если у вас нет специализированного SPL-метра, то можно использовать смартфон или таблет. Если вы не знаете, о чем я говорю, то, пожалуйста, посмотрите 8 видео под названием «Рабочая громкость. Часть 3». Для того, чтобы отстроить громкость, берем SPL-метр и выставляем следующие значения. Далее на консоли или на конвертере опускаем ручку громкости на 0 и запускаем REW. Жмем кнопку Generator и выбираем Pink Noise. Здесь указываем, чтобы звук шел из обоих мониторов. И затем выбираем Full Range. Все. Теперь берем SPL-метр и держим его возле головы. Начинаем проигрывать шум и поднимаем ручку громкости так, чтобы на SPL-метре было примерно 75 SPL-децибел. Я уже могу вам сказать, что нету фантомного центра. Как я это знаю, если вы хотя бы один раз в жизни услышите настоящий фантомный центр, как звучат все частоты посредине, не гарантирую, но обещаю вам, что вы это запомните на всю жизнь. Мне очень нравится наблюдать, когда иногда ко мне приходят люди и люди, у которых есть какой-то музыкальный бэкграунд, музыкальный опыт или люди, которые сами записывают и сводят. И когда они садятся у меня в комнате посредине, я им проигрываю песню, я им не ставлю вот эти тона, просто проигрываю песню. Все без исключения сразу обращают внимание на одну вещь. У них ощущение, что они видят исполнителя певца или инструмент, если играет инструмент, то у них ощущение, что они могут до него дотянуться. То есть вот эта фантомная средина, фантомный центр играет очень большую роль. У меня здесь в комнате потолок не на одинаковом уровне. Вот вы можете видеть и вот эта часть, она чуть ниже, тут чуть выше. Расстояние от этого монитора до сюда примерно 70-80 сантиметров. То есть я почти уверен, что это уже играет большую роль. Но для целей данной демонстрации мы продолжим эксперимент. Теперь все готово для теста. Собственно, в чем заключается этот тест? Нам нужно проиграть несколько тонов на определенных частотах и определить, с какой стороны мы слышим звук и его громкость. Сначала нужно проиграть тон на левом мониторе и определить, с какой стороны он звучит и его громкость. Затем мы проигрываем тестовые тона на правом мониторе и затем на обоих. Повторю, задача заключается в том, чтобы на слух определить громкость этих тонов и локализацию, то есть с какой стороны они звучат. Да-да, я не ошибся. Если мы проиграем определенный тон на левом мониторе, то он может звучать посредине или даже справа. Если бы мы поставили мониторы в открытом поле, то тогда все звуки из левого монитора звучали слева. Звуки из правого монитора звучали справа. И те же самые звуки, проигранные на обоих мониторах, звучали бы посредине. Также, если бы мониторы стояли в поле, то громкость одного и того же звука с левого монитора и с правого монитора будет одинаковая. Но в комнате, в зависимости от расположения мониторов и от того, что находится слева, справа, сверху, сзади, громкость и панорама различных частот будет смещаться. Окей, показываю, что я делаю и буду говорить то, как я слышу эти звуки. В генераторе выбираем Sine Wave и левый канал. Начинаем с проигрывания следующих частот. 63 Гц в левом мониторе. Хорошо. 125 Гц. Хорошо. 250 Гц. Очень даже неплохо. И 125 Гц, в принципе, должны звучать гораздо громче, чем предыдущие 63 и 125. То есть, субъективная громкость должна быть примерно вот такой. 63 Гц, 125 и 250. Пробуем 500 Гц. Пока что очень даже неплохо. Все звучит с левой стороны. 1000 Гц. Приехали. Слева звучит громче, но ощущение как будто стерео. Я уверен, что это за счет стола. Давайте попробуем положить на стол какую-нибудь акустическую панель и посмотрим. Так, в качестве акустических панелей мы будем использовать два таких красивых бархатных одеялка. Повторим тест. Супер. Все. Наш 1 кГц, 1000 Гц звучит четко с левой стороны. Сейчас я попробую чуть-чуть отъехать назад вперед и послушать, как оно влияет. Вот в этой точке оно звучит слева, но также как-то ближе к центру. В этой точке идеально слева. В этой точке слева, но чуть-чуть правее. Во. Вот здесь вообще идеально звучит. Четко слева. Так, не знаю, мне понравилось с одеялами. Ну, для эксперимента мы их уберем. Окей, 2 кГц. Неплохо. Слева, но не совсем слева. Как бы чуть-чуть размазывается в правую сторону. 4 тысячи. 4 кГц. Очень даже неплохо. Почти слева. 8 кГц. То же самое. Неплохо. Слева, но размазывается в правую сторону. 16 кГц я даже не буду слушать. Это, в принципе, не настолько важно. Теперь переключаем генератор на правый канал и проигрываем те же самые тона. 63 герца с правой стороны. Как бы из-за того, что я знаю, что я проигрываю справа, у меня ощущение это справа. Но на самом деле оно размыто с правой стороны почти до левого монитора. 125 герц. Окей. На четверочку. 250 герц. Это хорошо. Но мне показалось, что 250 герц с правой стороны звучат тише, чем с левой. Давайте проверим. Сейчас справа. И слева. Да. С левой стороны звучит примерно на 4-5 дБ громче. То есть, я думаю, это за счет потомка. 500 герц. Очень хорошо. На пятерочку. 1000 герц. Просто офигенно. Вот с левой стороны 1000 герц, 1 кГц, звучало почти посредине. С правой стороны оно звучит идеально справа. 2000. 2 кГц. То же самое. 2 кГц звучат почти на четверочку с половиной. А вот 2 кГц с левого монитора звучали почти по центру. 4 кГц. Все. Пошла игра волн. Чуть-чуть назад, чуть-чуть вперед. И громкость меняется примерно от 3 до 6-8 дБ. Но звучит с правой стороны. Очень хорошо. Так, что если мы поможем наши панели виртуальные и послушаем 4 кГц и подвигаемся назад, вперед. Пробуем. Хорошо. Теперь разница в плавании громкости где-то составляет от 2 до 3 дБ, что в принципе окей. И последние 8 кГц. Слушаем. Я не знаю с какой стороны. Чуть-чуть голову отклоняя, оно то там, то там. В принципе такое ощущение, как будто он звучит из обоих мониторов. Стол. Ну ладно. Дальше переключаем генератор на оба канала и слушаем. Звук должен быть четко по средине. И должно быть ощущение расстояния. Так, как будто можно дотронуться до этого звука. 63 Гц. Я слышу его слева. Слева. Это однозначно из-за усиления громкости в районе потолка. Дальше. 125 Гц. Слева, почти слева. 250 Гц. Идеально слева. То есть я проигрываю все на обоих мониторах. Но 250 Гц звучат как будто только на левом мониторе. Неважно, что я делаю, все звучит слева. 500 Гц. С правой стороны чуть ближе к середине. Но все равно не посередине. Очень размывчато. 1 кГц. Четко с правой стороны. Из моего опыта то, что я слышал, в данной точке нету провалов. То есть не происходит cancellation, вычитание частот. То, что я слышу, это наоборот пики. То есть если у нас в этой точке пики, их намного легче побороть, чем провалы. Это относительно легко решить и сделать так, чтобы вот в зоне в точке прослушивания большинство частот звучали по центру. Продолжим. 2 кГц. Почти слева. 4 кГц. С левой стороны и громкость очень сильно плавает. Наконец-то последние 8 кГц. Как-то правее картинка такая размазанная. 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц и выше. Это за счет того, что стол дает гребенчатый фильтр. Если бы я отодвинул этот стол метр на 3-4 назад, то результат был бы намного лучше. Эта комната она в длину примерно 10 метров. И по ширине она примерно 6 метров. То есть большая комната. Единственный минус это высота потолка. Но я подобный эксперимент делал когда-то в этой комнате. И если взять даже вот эти мониторы близкого поля, тогда даже без того, чтобы соблюдать расстояние от боковых стен, фантомный центр получается довольно-таки хороший. Если у вас все тона из левого монитора звучат слева, а с правого монитора звучат справа, и оба канала звучали посредине, то я вас поздравляю. Вы успешно прошли первый этап этого теста. И можно пойти намазать масло на хлеб. Колбасу пока что еще нельзя ложить. Кстати, это очень упрощенный тест. И после этого видео вы сможете добавить количество тестовых тонов, используя вот этот список. Если какие-то из частот звучали чуть левее или правее, то ничего страшного. Так или иначе, без акустической отделки комнаты мы не сможем получить хороший фантомный центр. Далее можно сравнить громкость обоих каналов с левым и справым. Может быть так, что определенная частота звучит на одинаковой громкости слева и справа, но когда мы слушаем на обоих мониторах, то звук гораздо тише. Обычно это частоты ниже 300 Гц. Это означает, что в том месте, где находится голова, есть провал на определенной частоте. Чтобы это лучше понять, посмотрите видео под названием «Низкие частоты. Часть 2». Хорошо. Что делать, если определенные тона звучат не с той стороны или не на той громкости, на которой надо? В таком случае нам надо подкорректировать расположение мониторов и расположение головы, там, где мы сидим. Допустим, частота 300 Гц из левого монитора звучала посредине, вместо того, чтобы звучать слева. Берем левый монитор и сдвигаем немного влево или вправо, буквально на 1-2 см. И снова слушаем, как звучит 300 Гц тонн. Если же все частоты звучат более-менее корректно и только одна определенная частота звучит не с той стороны или не на той громкости, то вместо того, чтобы двигать мониторы в стороны, попробуйте повернуть оба монитора по часовой стрелке или наоборот, против часовой. Эти инкрементальные повороты могут быть полсантиметра или сантиметр. Этого вполне достаточно, чтобы повлиять на звук. Если же это не помогает, то сядьте чуть ближе или дальше по отношению к мониторам. Короче, поэкспериментируйте с расположением мониторов и тем местом, где вы сидите. И будьте готовы к тому, что этот процесс может занять довольно-таки много времени. Если у вас нет никакой акустической отделки, то не тратьте слишком много времени на поиски идеального места. Вы так или иначе его не найдете. После того, как вы добавите абсорбирующие панели, этот тест и акустические замеры так или иначе придется делать заново. И последнее на сегодня. То, что касается позиционирования частот ниже 200 Гц. Если, допустим, 150 Гц с левого канала звучит чуть правее, то это не страшно. И нашему слуху тяжело определить, с какой стороны звучат низкочастотные звуки. Обращайте внимание, на какой громкости звучат низкие частоты слева и справа. Если разница небольшая на слух, то тоже ничего страшного. Если же разница довольно-таки существенная, то тогда можно поискать лучшее расположение мониторов и точку прослушивания. Также, если громкость низких частот с обоих мониторов тише, чем по отдельности с левого и справого монитора, то однозначно надо искать другое расположение. На этом все. Всем пока!